Привет еще всем! С вами Александр и канал Звукомания. Я хотел бы рассказать именно о кабеле. Как влияет кабель, когда я начинал именно звуком увлекаться еще в детстве. Как бы слышал легенды, мифы, что кабель влияет на звук, акустический, межблочный. Вот, ну как бы я менял разные кабели, но на системе начального уровня я ничего не добился. Я не услышал разницы никакой вообще. Позже, уже когда появилась система у меня уже более улучшенная, с высоким качеством звука, я как бы начал так же менять провода, но немного разница была. Но уже на системе high-end, высокочувствительной, высококачественной, я именно услышал разницу. Особенно это слышно, если у вас хороший ЦАП, хороший ламповый усилитель и хорошая акустика, с высокой чуйкой именно, от 93-94 децибел. И тогда, как бы да, тоже я разные кабели примерял, именно акустические, ну и межблочные тоже. И они очень даже влияют на систему, ну именно на звук, на характер звучания системы. Причем фирменные, нужна именно хорошая фирма, либо сделать самому из хороших проводников. Вот, тогда да, тогда будет. А вот эти вот нанеймовские, там непонятно из чего они сделаны, да, они будут, как бы, сколько их не меняют, а как бы, мертвому припарку. Вот, вот такое вот небольшое введение по поводу именно разницы звучания кабелей, это на моем примере. Ну, это во-первых. Во-вторых, еще также разъемы влияют на качество звучания. Чем они хуже, тем хуже звук. Но, опять же, это будет на хорошей, качественной системе. Вот, на системах начального уровня, начально-среднего уровня, либо на среднего уровня системе. Ну, как бы, не получите вы особого качества звучания, особой разницы именно в этих кабелях. Вот, ну, будет чуть лучше бас, чуть лучше будет сцена. Ну, такое вот качественное извинение именно в звуке вы не почувствуете. Вот, ну, вот такое вот введение, хотел бы рассказать. Ну, и напоследок, мои рекомендации. Покупайте хорошие фирменные именно кабели, именно проверенных, проверенных фирм. Вот, я не буду их называть, это будет уже реклама. Это, мне никто за это не платит. Вот, как бы, на форумах, на сайтах разных расписано множество. Вот, смотрите, спрашивайте, какой лучше для вашей именно системы. Ну, вот, допустим, точно могу сказать, что серебряные кабели, ну, именно с серебряным проводником, ну, либо медь с серебром, вот, очень хорошо для, допустим, лампового звука. Это ламповик плюс широкополосники, ну, акустика на широкополосных динамиках. Вот, допустим, у меня есть межблочники такие, вот, акустические. Берите потолще провода, именно, там, по толщине, чтобы они были, там, не полтора, не сопли, не покупайте вот эти вот китайские. Берите фирменные, хорошие, либо потолще, именно, чтобы проводники были толстые, самоизоляция хорошая такая. Ну, на этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, пока-пока.